Приветствую всех, вы смотрите канал Апрель, с вами Юлия Кулешова и в этом выпуске будет много про большую пресс-конференцию Садыра Джапарова. Прошла в субботу, мы ее проигнорировали, нас туда звали, но мы не пошли, ну потому что в выходной день дела были поинтереснее, да и вообще. Но сегодня разберем основательно это и еще много про что будет, не переключайте. Садыра Джапарова Вы все говорите, что Джапаров и Ташиев захватили власть. Когда захватили ГКНБ, МВД, Генпрокуратуру, я наоборот сказал, что все должно быть по закону. Вы все были свидетелями. Я захватил какое-то учреждение? Ташиев захватил? Нет, мы собрали депутатов и я законно получил должность премьер-министра. Да, я понимаю, нужна время. Время не тем. Им нужно время. Без парда, чтобы людей побольше собрать, молочков собрать. Вот уже приходили два депутата сюда. Умурбек Бакиров и Мамута Талак. Уехали, они приехали с ребятами здесь. Выпишутся. И ходят, каждый говорит. Эй, вы депутаты, если не подписчики, мы с людьми, вы что делаете? Вот, пожалуйста, вам домой готовят ночью. За кого? Они заставляют за Садыра Джапара подписать. Говорит Джапара, что власть не захватывал. Но как же его же слова коммерсанту сразу после получения президентской власти? Я просто так не сидел в тюрьме, а через соцсети работал с народом. По закону нельзя, но мы нашли выход. Три с половиной года я напрямую связывался с простым народом. Создавал группы в Одноклассниках, в Facebook, в Instagram. Я собрал контакты людей в WhatsApp и создал там более 50 групп. Одна группа вмещает 256 контактов. Через эти группы я распространял информацию про Кумтор, про мою работу. Так, я за три с половиной года до всего народа дошел. В тюрьме ты 24 часа в сутки свободный человек. Свободное время есть. Вот таким образом я сделал революцию из тюрьмы. На пресс-конференции Садыр Джапаров заявил, что переговоров с Орун Ваем Джейнбековым не было. Было требование народа, чтобы Джейнбеков покинул должность. И поэтому Джейнбеков подал в отставку. Но зачем же тогда Джапаров с Ташиевым ходили к нему? Просто чай попить? Вот что говорил очевидец тех событий Феликс Кулов в октябре прошлого года. Я сам сегодня был в резиденции. После того, как мы разошлись от него, мне дают информацию, что президент подал в отставку. Когда мы уходили, к нему в кабинет поднимались Садыр Джапаров и Камчебек Ташиев. Я с ними на ходу поздоровался. Они торопились, а я уже уезжал. Они поднялись к президенту, и после этого я получаю сообщение, что он подает в отставку. То есть вы лично не были свидетелем того, чтобы Джейнбеков озвучивал такое решение? Нет, не был. Они в кабинете только втроем разговаривали, и после этого появилось такое заявление. Заявление настораживающее. Потому в нем президент говорит о том, что реально могла пролиться кровь, и он этого не хотел. Когда делается такое заявление, значит, этому были очень веские основания. До этого речи об отставке не было. А Садыр Джапаров уверяет, что переговоров не было. Впрочем, ему не впервые сначала заявлять, делать одно, а потом другое, писать посты на своих страницах в социальных сетях, а потом удалять. Кстати, сказал, что сам ведет свои страницы, иногда помощники. И вообще старается по мере возможности просматривать соцсети, реагировать на обращения. Сказал, что никаких преследований блогеров и журналистов не будет. Что же тогда произошло с активисткой Орузаим Норматовой, которую месяц назад задержали в аэропорту и отпустили только после возмущения общественности? Она еще была известна критикой в адрес Джапарова. Извините, но у меня иногда даже времени нет, чтобы сходить в уборную. Орузаим Норматова когда-то помогала мне. Неужели я буду вступать в конфликт с этой маленькой девочкой из-за ее критики? Вы подумайте, я даже простил человека, который насмерть сбил моего сына. Это несчастный случай. Я о задержании Норматовой поздно узнал, потому что находился на Иссыкуле с делегацией из Турции. Я позвонил МВД и попросил освободить. Я не говорю задерживать кого-то, а наоборот, прошу освободить во многих случаях. Как интересно. Значит, все же признает, что вмешивается в работу правоохранительных органов, оказывает давление на следствие? Нет, ну хорошо, конечно, что активистку отпустили. Плохо другое, что ее вообще задерживали из-за критики. И что кого продолжать допрашивать, а кого отпускать, может решить, оказывается, президент. И он же заявляет, что задерживать экс-президента Соурунбая и Джейнбекова не будут. Опять вот он что ли решает? Мы должны прекратить преследование, гонение бывших президентов, поэтому я оставил ему этот статус. Он не совершал тяжких преступлений. Конечно, у него есть политическая ответственность, но мы должны остановить это. Сейчас Соурунбая и Джейнбеков имеют пенсию и все привилегии статуса экса. Иногда ходят на допросы по делу о кумторе. И только по этому делу. Хотя вот сам Садыр Джапаров на пресс-конференции сказал, что в прошлом году от международных доноров поступило 350 миллионов долларов на борьбу с пандемией. Но эти средства были использованы нецелесообразно. А где уголовные дела по этим нецелесообразным расходам? Где допросы того же Соурунбая и Джейнбекова по этим вопросам? Но нет, его преследовать нельзя. Так вот Садыр Джапаров сказал. И за то, что произошло на площади 5-6 октября, можно кого угодно привлекать. Но только не Соурунбая и Джейнбекова. Такая вот неприкосновенная личность. И это не политические гонения. Какие политические гонения, когда привлекают тех, кого привлекают по событиям 5-6 октября? Нет политических гонений. Нет их и не будет, уверяет Джапаров. А то, что вам кажется, это вам только кажется. А насчет Алмазбека Атамбаева. Я его не закрывал. Я не считаю, что он политический узник. Потому что у него ни одно, ни одна. А десятки уголовных дел есть. Вы это сами прекрасно знаете же. Поэтому я не считаю политическим узником его. Их имен. Как? Равшан Джейнбеков, Тимир Сарев и другие, которые себя называют политическими узниками. Я насчет этих политиков, я уже сказал свое мнение. Тоже не считаю политиков. После решения суда, посмотрим. Сейчас я не судья. Почему вы себя считали политическим узником? Потому что меня не за что посадили. Я не воровал. Криминалом не занимался. Меня взяли просто четырехлетней давности. Там было дело в Караколе. Вот за это просто прилепли мне дело. Уголовное дело. Понимаете? Логика. Если дело одно, то политузник. Если несколько, то не политузник. Говорит, я не судья, пусть суд решает. Но при этом я не воровал. А вот эти, которые сейчас сидят, стало быть, с железобетона воровали? Уже и без суда знают. А как же презумпция невиновности? А Канад Сагамбаев, Фарид Ниязов, Аравшан Джейнбеков, Джаниш Молдокматов и другие чего воровали? Здания и сооружения? Они же, по сути, по тем же статьям проходят, что и сам Джапаров в свое время. Но при этом он политузник, а они нет. Как это работает вообще? По Матраимову тоже обещал одно. А получили совсем другое. С другой стороны, но ведь посидел же чуть-чуть. Значит, и обещание по чуть-чуть исполнено. Завел Садар Джапаров, что Раим вину в коррупции признал. Все заплатил, должность не получит. Ну, посмотрим, будет ли выполнено это обещание. И вообще, говорит, все прозрачно. Борьба с коррупцией идет и очень успешно. Все открыто. Если пойдете в ГКНБ или в Минфин, нечего скрывать. От кого поступило и куда пошло, и на что направлено. Датаи на средства стоят, никто не украл. Только в интересах народа и государства работают. 7,5 миллиардов сумм за год собрали, озвучил ранее глава ГКНБ, Камчебек Ташиев. Но не припомню, чтобы где-то показывали, от кого и сколько поступило средств. Говорит Джапаров, что надо пойти и просить. Помнится, Саврован Байджинбеков тоже все посылал сестренок самих проверить. Вместо того, чтобы обязать службы действительно делать все прозрачно. А вообще, все у нас хорошо, все замечательно. Индекс безопасности женщин в стороне очень низкий, говорит Садар Джапаров. Вы же все, говорит, свободно ходите. Ну, спасибо большое. Просто вот замечательно. Спасибо большое. Ну вот новости с разницей в один день. В Аше девушку украли двое парней. В Токмоке девушку после свадьбы подруги украли четверо парней. Хорошо, что милиция в этот раз среагировала оперативно и обошлось без трагедии. А вот видео за вчера. В Бишкеке мужчина протащил на капоте бывшую жену 500 метров. Она пыталась остановить его после того, как он забрал у нее их полуторагодовалого ребенка. Но так-то все хорошо. Ракеты-самолеты собираются, говорит Садар Джапаров, где именно, какие части и сколько не уточнил. Но, видимо, опять нужно самим все узнавать и перепроверять. Пообещал, что отключение электроэнергии зимой не будет, но экономить все же надо. Пообещал, что зарплаты учителей, сотрудников МЧС, ГСИН и центров судебной экспертизы поднимутся. А если кому оказалось мало позитива от Садара Джапарова на пресс-конференции, госканалы добавили. Президент Садар Джапаров и его команда, которая в то время работала и сейчас работает, смогли стабилизировать экономическое положение нашей страны, политическую ситуацию в нашем государстве. И мы уже видим первые положительные результаты. Про Ташиева тоже сказал, что дружит давно, дружба крепкая, не развеется от дождя и вьюг. Подтвердил, что живет Ташиев в госрезиденции, потому что, говорит, безопасность ему нужна. А свадьбу с сыном Ташиева в госрезиденции тоже поэтому проводили. Но чтобы безопасно было, вот оно как. Мне пока ни за что не стыдно. Я работаю во благо народа, для государства, для людей, для народа, для кыргызского народа работаю. Число отравившихся в империи пиццы в разных ее филиалах возросло до 118 человек. Из них в больницах остаются 10 взрослых и 13 детей. Все филиалы империи закрыты и вообще Минздрав взял и принял волевое решение. Отменил мораторий на проверке объектов общепита. Соответствующие изменения внесены в постановление правительства о введении временного запрета моратория на проведение проверок субъектов предпринимательства от 17 декабря 2018 года. В связи с последним случаем массового пищевого отравления в Бишкеке специалисты центров госсанопеднадзора проведут проверки точек общепита по всей республике. Ну вот, а раньше нельзя было, пока петух не клюнул. И сегодня на митинг к зданию Минздрава вышли граждане, которые перенесли операцию по пересадке органов. Требуют, чтобы Минздрав отменил тендер на закупку непроверенных дженериков вместо оригинальных препаратов иммуносупрессоров, которые препятствуют оторожению пересаженного органа. Кроме того, вот уже полгода в страну не завозятся иммуносупрессоры. В Минздраве заявили, что задержка с поставкой лекарств произошла из-за переноса сроков тендера. Сегодня опять должно было состояться заседание по делу о каэтажских событиях. В суд привезли Равшана Джинбекова и Фарида Ниязова. Равшана Джинбекова и Фарида Ниязова Но заседание не состоялось. Перенесли. Нужно время, чтобы рассмотреть два ходатайства защиты. Первое четверо обвиняемых по каэтажским событиям просят дать им возможность не ходить пока на суды, а заниматься выборной деятельностью. Это Ирина Карамушкина, Оселько Дуранова, Канад Сагымбаев и Равшан Джинбеков. Кроме того, адвокат Равшана Джинбекова просит позволить его подзащитному вылететь на лечение в Турцию. Диагностирован фиброз печени у Равшана Джинбекова. Диагноз фиброз второй-третьей стадии. Поскольку это серьезное заболевание, он просит у суда возможности получить лечение за границей. Данное ходатайство будет разрешено 27 ноября с учетом мнения врача, который должен прийти и рассказать подробность про эту болезнь. За горами уже 28 ноября пройдут выборы в Жигурку-Кинеш. И ЦИК отказала в регистрации спикеру парламента Таланту Мамытову. Исключила его из списка кандидатов партии НТМАК. Самой партии считают, что это незаконно. А ЦИК считает, что вполне законно. Он не отказался от должности, не сложил на время выборов полномочия спикера. Если что, именно партию НТМАК связывают с кланом Матраимовых. Но неизвестно точно это или не точно. А в Джалабадской области в ЦИК пожаловались на брата Камчебека Ташиева. Шаербек Ташиев идет депутатом, а брат его глава ГКНБ берет и делает подарки избирателям. Вручил ключи от дома семье в селе Барпы Сузакского района. Почему именно эта семья? Ну, как сообщает проташиевский регион ТВ, у них не было своего жилья. Семья нуждалась и вот. Сообщается, что и построил глава ГКНБ этот дом за свой счет. Это на зарплату главы ГКНБ? Может, ну ее, эту ипотеку. Надо заявление Ташиеву на жилплощадь писать. Но надо подождать окончания выборов, потому что по закону близкие родственники кандидата не имеют права заниматься благотворительной деятельностью. Позитив. Творческая группа ТНТ анонсировала выход мультипликационного сериала. Если кто вдруг не знает, это очень крутые ребята. Просто доступно и интересно они рассказывают об истории Кыргызстана, про Манаса, смотрятся на одном дыхании информативно. И вот теперь анонсировали новый мультсериал «Сайкал». Однажды они уйдут. Мультсериал о будущем в основе прототипа легенды о Манкурте. И все это в миксе актуальных вопросов и проблем нашей стороны. Ну а у меня, пожалуй, на этом все. Новости читайте в нашем телеграм-канале Апрель ТВ. Всем добра. Пока.